что-то не так я вас повел как хотел на самом деле я потому что пошел за этим чертом куда ты идешь куда ты пошел куда ты и это коп подпрыгнул и меня этот труп ногами в спину бау здравствуйте в нашем солнечном петербурге наконец весна наконец видите какое яркое небо какие яркие краски мы здесь уже гуляли на самом деле летом я хочу вам показать вот тот дом по проекту архитектора спиранского это нам еще понадобится вот это здание я рассказывал про него называлась домом политического просвещения и поскольку площадь это мимо которой мы с вами идем называется площадью пролетарской директуры это назывался этот дпп на ппд архитектор гольд гор он же построил вот то вот здание для правительства ленобласти а вот это здание совнархоза с новыми богами рабочий колхозница преподавательница но мы с вами нырнем на самом деле во двор у нас сегодня будет такая проходочка и по дворам и по всему остальному потому что мы с вами выйдем на улицу удивительную с удивительной мемориальной доской которая противоречит некоторым данным даже написанным в книжке нашего отечественного автора здесь как вы видите все достаточно прилично это такой некий контраст с тем что нам приходится видеть иногда вообще этот район который приближен к смольному он отличается стандартной смесью для петербурга здесь до сих пор коммуналки соседствуют с элитными домами таврическая улица на которой я надеюсь мы сегодня закончим это ну такая своеобразная золотая миля петербурга если в москве золотая миля это остоженка то у нас ну вот одна из самых дорогих улиц это таврическая оператор шагает по лужам и оператору никто не нужен а мы сейчас выйдем на суворовский проспект с суворовским проспектом была проблема он одно время не доходил до Невского и соответственно получалось так что это достаточно большая улица которая называлась слоновый но есть как бы такая легенда байка что именно отсюда глагол слоняться потому что там водили этих самых слонов и вот наш знаменитый соответственно классик увидел этих слонов а как же мы тогда шли-то ну-ка выходим что-то не так я вас повел как хотел на самом деле я потому что пошел за этим чертом куда ты идешь куда ты пошел куда ты куда стой вот так чуть не случилось у нас аварии катастрофы в нашем замечательном царстве государстве слоновая улица потому что здесь водили слонов и наш классик наблюдал картину знаменитую ставшую впоследствии да про моську и слона и имел отсюда вот этот глагол слоняться но это такая знаете как история про вот эту морскую тюрьму до бутылка которая на но в новой голландии что типа не лезь бутылку то есть все из этой оперы и видите деревянные балкончики потому что перегородки я напоминаю везде деревянные вот там дальше это у нас тем отдельные прогулки это больница николаевская откуда бежал петр кропоткин я об этом как-то рассказывал отдельно мы когда будем гулять уже с той стороны об этом обязательно заикнемся а мы с вами смотрим вот на это совершенно потрясающее здание по проекту нескольких архитекторов одного из них звали да сушим уже вот там вот выходили блин все не так мы сделали да не не заново пошли обратно возвращаемся друзья мои потому что бывают иногда сбои даже у такого человека как я дело в том что все эти маршруты по которым мы с вами ходим они взяты не из методичек не взяты из моей башки я их намечаю самостоятельно обычно и поскольку я их еще до кучи периодически миксую сам для себя ну потому что мне скучно гулять одними этими пролазами а иногда я их придумываю и презентую вот по этому маршруту я провел всего лишь одну группу поэтому у меня немножечко в голове простите коллапс нету как вы понимаете никакой методически для гидов экскурсоводов проходные дворы петербурга вообще надо сказать что если бы советское время вы бы решили поводить каких-нибудь не дай бог иностранных гостей по проходным дворам в оба кирдык и штраф и прочее потому что тогда была даже такая практика когда в группы подсовывали пацанных уток и следили за тем чтобы вы сказали все как нужно потому что если не дай бог вы скажете как ненужное вот даже у давлатова об этом есть некоторые строчки я хочу вам задать вопрос кто изобрел лампочку лампочку накаливания дело в том что если мы даже зови залезем википедию там очень интересно сравнивать что спишут про одни и те же вещи на русском английском но и в данном случае поскольку я немножко владею еще и французском языке иногда ты смотришь на все и и просто умиляешься потому что ну не то чтобы диаметральные противоположные вещи но где-то что-то не указано где-то что-то по-разному освещено и это крайне интересно мы сами подходим к вот такой вот замечательный современные фрески я хочу обратить ваше внимание вот на эту деталь висит фонарь по идее он ну я думаю уже газовый на самом деле судя по атмосфере судя по всему по этому цилиндру но нас больше интересует даже вот эта вот история видите фонарчик сжигает фонарь дело в том что изначально у нас освещение вообще было масляным на конопляном масле это все делалось выдавалось 26 золотников я как-то сказал золотари золотники но в данном случае да как раз таки золотники и масла этого не хватало на самом деле до утра фонари горели тускло они были мощностью 1 2 свечи и они были практически маяками в темноте более того это масло она шипела иногда плевалась и соответственно если вы там оказывались под ним то ваша одежда она была дико дорогая в то время она порталась ну и на ту беду фонарщики иногда конопляным маслом заправляли кашу что вы хотите все хочет кушать была попытка сделать фонари на спирту но уже через полчаса после раздачи горючего материала фонарщики были не приспособлены к несению своей боевой службы я вам хочу показать один из самых потрясающих закутков счастья аж в четыре оси к нему надо будет пробраться вот сюда аккуратно вот посмотрите какая прелесть здесь я вижу чьи-то баночки тут явно кухня а здесь кого-то жилая ну а здесь я не вижу потому что здесь у нас желези ну и даже вот здесь вот эти скорее всего может быть даже офис я не знаю в каких прекрасных человеческих условиях живут люди соответственно после того как эксперимент с с этим с со спиртом не удался стали делать керосина спиртовые фонари и вся эта затея продолжалась до тех пор пока наконец не наступила эпоха газа газ действительно я преобразил большие города крупные у меня вот тут будет экскурсия в скором в скором времени про газгольдеры потому что они сохранились ну в смысле я имею ввиду они функцию свою поменяли да там в одном у нас планетарий в другом паркинг но сами эти строения остались ну а на смену газгольдеру пришло электричество и мы с вами выходим на одесскую улицу в петербурге про который вообще мало кто знает это была такая эпоха переименований улиц российской империи у нас есть харьковская полтавская вот все вот эти замечательные улицы того государства которое сейчас принимает довольно странные законы даже по поводу нашего отечественного языка но мы этой темы не будем касаться на тот момент это была часть российской империи и на этой одесской улице и здание где располагается у нас мемориальная доска раскинулась в море широкое которая гласит не больше и не меньше вот о следующем 11 сентября 1873 года на этой улице впервые в мире оператор чуть не грохнулся впервые в мире зажегся электрический фонарь изобретенный лодыгином действительно это правда и вот здесь вторая мемориальная доска она гласит о том что в этом доме в 71 году находилась мастерская изобретателя лодыгина значит в чем главный замес вот смотрите вот этот вот парень долгое время был одним из главных ночью в столице российской империи кстати я хочу вам сказать что если вы потрете его за нос попрыгаете на левой ноги вокруг своей оси три раза затем глотнете четыре раза из лужи ляжете навзничь и произносите волшебное слово маляшка-баляшка то возможно вам прибавить зарплату но есть такое древнее поверье она еще от ацтеков и мая к нам пришло я вам просто транслирую по секрету но желательно не передавать его всем вот это вот трансформация фонарей на самом деле от конца к началу то есть вот там вот самый первый мы к нему сейчас подойдем это масляный фонарь тот самый который надо было заправлять то есть он фонарщик ходил с лестницей подставлял и заправлял этот фонарь такие фонари мы можем видеть на самом деле много где я тут с собой прихватил книжку мы правда в петербурге а книжка посвящена освещению москвы но это не страшно вот так вот она выглядит я ее купил в музее света в армянском переулке куда я вам рекомендую сходить потому что там есть замечательная комната с такими кнопочками полная темнота вот это заходите кнопочку нажимаете и зажигается лампочка которая имитирует свет свечи потом зажигается лампочка которая имитирует свет свет например масляного фонаря потом зажигается лампочка которая имитирует свет газового фонаря и вы прямо здесь сейчас видите понимаете как это все тогда происходило ну вот например газокалильный фонарь это модификация газового фонаря вот посмотрите это кстати церковь Пороскевы пятницы, на ее месте Сейчас здание Госдумы находится А вот этой часовни нет Она стояла в начале Тверской улицы Или, если мы Немножечко пораньше Отмотаем Вот керосиновое освещение, посмотрите Это вот керосиновые фонари у нас Это уже Тверской бульвар Снесенный монастырь И памятник Пушкину, который сейчас Переехал на другую сторону Ну и, наконец, тут есть Замечательная такая иллюстрация Которая нам показывает Вот эти самые масляные фонари Вот они, видите, висят Масляные фонари Соответственно, естественно Еще в начале 19 века Пойдем Наш инженер Петров Изобрел Ту самую дугу Ну, точнее, он ее открыл Открыл ту самую дугу Кстати, мы же можем здесь дворами провести Я же совсем забыл Над которой потом бились На протяжении всего Вот истории Все истории покорения Электрического света Проблема в том, что Горело все очень быстро И очень ярко Либо, наоборот, очень тускло Все это продолжалось До тех пор, пока Наш русский изобретатель Яблочков не придумал Так называемую Свечу Яблочкова Он поставил Два угольных электрода И они реально Сгорали Оплавляясь То есть между ними Шла вот эта дуга Она так спускалась И действительно получался Эффект свечи Ну, то есть они сгорали Как и свечи Отсюда, собственно, название Свеча Яблочкова И было понятие Русский свет Которое наводнило Париж В данном случае Потому что Яблочков Работал во Франции А Лодыгин Которому там Посвящена Мемориальная доска Вот смотрите Бывают вот такие Закутки счастья Сравните с тем Что вы видели И поймите Что вот это Менее депрессивная история Чем то, что вы наблюдали В самом начале Пойдем Лодыгин Он был дворянин И он окончил Кодесский корпус Воронежский И через Три года уволился Хотя его родители Мечтали о том Чтобы он Стал, естественно, военным А он хотел Заниматься Изобретательством Он носился С идеей Летательного аппарата На электрической тяге Летак Он так его и назвал Но в России Его затея Не нужна была Абсолютно никому И он Пока изобретал Этот летак Он думал о том Чтобы Ну ночью Если этот летак будет летать То надо как-то Чем-то его освещать Газовый Ночной фонарик И он, соответственно, Придумал Систему Что надо Выкачать Из лампы воздух Он это первый сделал А во-вторых Он придумал Именно лампу накаливания Только у него Вот эта проволочка Она была угольной И, соответственно, Он Открыл здесь свое общество В Российской империи Куда набежала Масса всяких Помаганцев Как добровольных Ну, в смысле, Как меценатов Так и просто Прихлебал И когда Ладыгин Понял, что Дело как-то не движется Он практически Потерял интерес К работе Этого акционерного общества Тем более, что Многие из его участников Тихой сапой Начинали пантентовать Всевозможные лампы Которые Были похожи На его изобретение Но они Их модифицировали Вот тут, видите Замечательное здание Мы будем прерваться Пока я буду Про Ладыгина рассказывать Это дом Построенный По проекту Игоря Фомина Он Сын Ильи Фомина И коллега Левенсона Я рассказывал Про Левенсона Когда у нас была Экскурсия по Петроградке Где Сараджевым И Рокесом И точно так же Постройки Друзья мои Тут звук на секунду пропал Второго архитектора Завод Спиранский Собственно поэтому Я показывал Его здание В самом начале Этого ролика Здесь у нас есть Мемориальная доска Вот тому Самому Замечательному Сергею Борисовичу Спиранскому Который у нас Чего только не понастроил Ну начиная От телебашни И заканчивая Гостинистой Ленинград Ну и одно Из его зданий Я вам показывал На самом деле В самом начале Нашего тура Плюс он Очень много Сделал на Московском проспекте Вот Московская площадь Где мы гуляли С Печкиным Вот вся Вот эта площадь Конституции Это тоже Он принимал участие В разработке Здесь у нас Интересные Медальоны Во-первых Смольны Во-вторых Вот там 50-рублевая Купюра Это у нас Биржа И если мы Пойдем дальше То мы С вами Увидим Еще два Борельефа И это Очередная У нас Такая Трансформация Древнего Архитектурного Стиля Пришедшего К нам Еще из Рима Только в этот раз В некой Сталинской И пост Сталинской Переработки Потому что Если раньше У нас там Размещали Богов Как я уже говорил Вот Нарские ворота Дальше Казанский собор То теперь Новые боги Рабочий Спортсмен Военный И Колхозница Вот мы Заходим В очередные Дворы С очередной Типичной Петербургской Атмосферой Так вот Лодыгин Соответственно Все носился С идеей Этого летака Которая здесь Никому Абсолютно Не нужна была И пока Он там С ней носился В Америку Поплыл Один из его Компаньонов Мишман Хатынский Там он встретился С Эдисоном А Эдисон Уже имел Свою лампу Но он все никак Вот не мог Решить эту проблему С нитью накаливания И Этот Мишман Приехал Похвастаться Показал ему Лампу Лодыгина Эдисон Посмотрел Сказал Большое спасибо Тут же Сделал точно Такую же Несмотря на то Что в Европе Были Статьи о том Что Этот наглый Американец Просто Коммуниздил Идею Русского изобретателя Эдисону Было плевать Он пытался найти Новый какой-то Материал Более прочный Вместо этой Угольной нити Для того Чтобы изобрести Свою собственную Лампу накаливания Мы с вами пришли К очередному Бомбоубежищу Это Бомбоубежище Штатное Уносной Уносной Вот там Вход был В нем Не устроили Ни клуб Грибоедов Ни клуб Тоннель Именно в Такие Бомбоубежища Спускались В годы Блокады Когда не было Бомбоубежища В подвале Ну точнее Когда оно Здесь есть Во дворе То в подвале Оно и не нужно В итоге Где-то там В Японии Сотрудники Эдисона Нашли Какой-то Уникальный Эзотический Сорт Бамбука Из которого Можно было Делать Эту Нить Накаливание Но Лодыгин Уже Все Изобрел Вольфрам Малибден И На выставке В Вене Он получил Премию За Именно Свою Вот Эту Лампу Лодыгина С Вольфрам Нитью Накаливания Очередная Видите Из-за Решетки Спортивной Площадки Картина Бран Маур С хаотично Расположенными Окнами Но Параллельно С этим Лодыгин Он у нас Участвовал В Народовольческих Кружках На юге России Он Прямо Был Одним Из участников Коммуны Которая Там Жила Крайне Раздражала Местную Власть Потому что Они помогали Там Всяким Черкесам Писать Письма С жалобами Посмотрите Как грузовики Выгрызают Основы Арки И там Лодыгин Начал Строить Свой Летак Но Поскольку Начались Аресты Ну и Вообще Гонение На Народовольческое На всю Эту Народовольческую Народническую Точнее Извините Народовольческую Это неправильно Я говорю Народническую Историю То Лодыгин Очень переживая За то Что Его могут Арестовать Он Уехал в США Где же мы тут Перейдем Сплошные Лужи Вокруг Уехал в США И там Он Запатентовал Свою Лампу С этой Собственно Нитью Накаливания Тем более Что Когда он Получил Ну вообще Когда он Изобрел Он получил Ломонусовскую Премию И Когда он Получил Премию В Вене Он Надеялся Что Правительство Сделает Заказ Но Правительство Сделало Заказ Только Иностранной Ферме И причем Газовой Которая Должна Была Осветить Столицу Тогдашней Российской Империи Ладыгину Было Не привыкать Совершать Кульбиты Например Он же После того Как Ушел В отставку Он Устроился На завод Там Простым Рабочим Слесарем Ну Он потом Рос Рос И вырос Более того Когда он Решил Организовать Своё акционерное Общество Выяснилось Что дворянин Не может Основать И он Перешел В купеческое Звание То есть В то время Как все Люди Мечтали О том Чтобы Наоборот Вырасти До звания Дворянина Ладыгин Сделал Такой Доуншифтинг И Понизился В общем Короче Он оказался В Штатах И там Он Жил нормально Он Снимал Комнату У одной Немки Которая была На 20 лет Его младше Влюбился В нее Они поженились У него их двое детей Внес свой собственный дом В Питтсбурге Он там Изменил свою фамилию На Доу Ладыгин И Масса у него Было Идей В его голове То есть Он еще здесь В России Например Придумал Электрическую печь Накаливания На что Якоби Это у нас Изобретатель Гальванопластики По этой Системе Были созданы Скульптуры Для Исаакиевского собора Тоже впервые в мире Методом Гальванопластики Он сказал Да это никогда Никому не нужно будет Вот эта электрическая печь Кому она в баню нужна Ну и в общем Все его идеи Здесь в России Совершенно не приживались Мы тем временем Подошли к очередному Замечательному Уголку счастья Вот видите Там живут люди Но у них есть некий просвет Они смотрят все-таки Не совсем на стену Но На некое пространство Вот И Ладыгин живет в Штатах Но у него Понимаете Вот начинается тоска Вот тоска По Родному Краю А денег на то Чтобы вернуться в Россию У него нет И чтобы наконец Завершить эту тему С летаком И тогда что он делает К нему очень долго Подкатывали люди Подставные лица От Эдисона Предлагая ему продать патент Патент Я как Аристократ петербургский Говорю Патент Пионеры Клуб Торпаду Патент Предлагали ему продать Ладыгин отказывался Ну прекрасно понимаю Чем это ему грозит И в 1906 году Он не выдержал Продал этот патент Купил билет И переплыл океан Вернулся в Россию Эдисон Тут же Запатентовал Эту лампу И началось Шествие General Electric По всему Миру А Ладыгин приехал При него тут вообще Уже практически все забыли Он тут Со своими идеями Там вплоть до Ракетных снарядов Против аэропланов Да То есть Ветряные мельницы Вырабатывающие электричество Короче Вот и все то Что сейчас является Общим местом И тогда это все Пережало время И он опять Никому не нужен Он устроился Опять на работу Да Простым инженером Но наконец В 2014 году Когда началась война Вроде как Военное ведомство Согласилось Выдать ему Выдать ему 5 тысяч рублей На разработку Его летака Который он уже Строил на свои Собственные деньги И двигатель он Для него тоже На свои собственные деньги Производил Ждал Ждал он Ждал этих денег До февраля 2017 года В феврале 2017 года Какие в баню Деньги Ничего Соответственно Он не получил Плюнул Модель своего летака Он просто сам Расколотил В пух и прах И Отправился обратно В Америку Вместе с семьей Сначала Ну сначала Жену отправил Потом детей Жену здесь Меня Потом сам приехал Вот это The best Of the best Вот смотрите Да у меня Вид из окна Но половина Этого вида На стену Я скажу честно Сначала конечно Хочется предположить Что стоял Брандмауэр Вот этот Туда врезали окна Потом К ним пристроили Вот этот флигель С другой стороны Возможно Окна врезали Уже после Флигель стоял В общем Как бы там Дело не произошло Но вылет Это адски трешево Как вы понимаете И когда Мадыгин приехал В Америку Он уже был Старый Больной человек Нищий практически Ему в 22 году Написали С Советского Союза Пригласили Значит В программу Гоэл Ро Которая у нас Тогда развивалась Вот еще один Закуток счастья Но Более позитивный Видите И главное Посмотрите Какая прелесть Труба Из окна Вот так вот Мы можем делать Вытяжки Я тут группу водил Народ конечно Просто лежал Пластом От всех этих видов Особенно Те кто не из Питера Ладыгин Оценил конечно Обращение К нему Из Советского Союза Но он сказал Что еще один Переплыв Через океан Он просто не выдержит И он умер В 24 году И теперь Соответственно Его фамилия Вообще Мало кому известна В отличии Скажем От фамилии Эдисона Короля Изобретений А мы с вами Смотрите Сейчас Выйдем Вот сюда Это вообще Кавалергардская улица С которой у меня Тоже связано Несколько историй Я вам расскажу Но прежде чем Я расскажу Свою историю Мы здесь Делаем Такой кат Дело в том Что вот этот Вот дом Построенный По проектору Виктора Шрётера Этот очередной Такой манифест Кирпичного стиля Мы тут гуляли С Лёхой Никоновым Из ПТВП И он мне Рассказал Дивную историю Про это здание Которое вы сейчас Собственно и узнаете А здесь у нас Лёха из ПТВП Последние танки В Париже Местный житель Это мой район Пожалуйста Скажи пожалуйста Когда ты Вот 96 Такие прекрасные Были года В кавычках Лихие 90 Какие у тебя Ощущения остались От той эпохи Неоднозначно Слушай Понятие лихие На самом деле Оно не содержит В себе только Отрицательную коннотацию В этой лихости Есть что-то Иногда и положительное Знаешь Лихой командир Помнишь когда Про гражданскую войну Читали Лихой Казак Это вполне Даже неоскорбительно Было Да Термин лихие Мне кажется Полностью Определяет 90 Это очень крутой термин Ну что в этой лихости Были же и плюсы Правильно Я не хочу сказать Что было замечательно Огромное количество Свалившейся свободы Это самое главное Что вообще было Потому что все остальное Это уже Отрицательный баланс А вот именно Вот этот момент Освобождения И внутренний Я его точно переживал Особенно мне повезло Я же был молодым Я вот сейчас Очень сочувствую мелким Которые сейчас Вот растут Потому что я их понимаю У меня детство Прошло тоже при застое Вот примерно Такое все было Вот как раз Один из мелких Показал сейчас Вот так Этот мелкий Держит камеру Сколько тебе мелкий? Ну что нравится тебе Как все происходит вокруг? Спасибо Ну все Отлично Окей Ты всю жизнь Занимался только тем Что был на сцене Или ты все-таки совмещал Я пишу Я поэт И я все-таки Одновременно еще и бумажный человек В каком-то смысле Но лучше там пойти То есть я Лучше там Я такой еще Ну немного такой вот Ну поэт Он должен сидеть дома Рефлексировать Страдать Писать В общем Как Бодлер Бодлер Отличный поэт Я очень его люблю Тоже падали До сих пор Мне кажется Действующий текст Очень хорошо Так хорошо Ты поэт Так ты Ну вот И имею ввиду Что ты с тех пор Как начал играть музыку Ты только музыкой Жизл И ты все-таки Там где-то еще работал Как тебе? Я никогда Никого не работал Не На какие-то моменты были Я там работал журналистом Там в морге работал Но я нигде не задерживался Больше двух месяцев Да А ну Дольше всего Работал журналистом Ну и то там Мне платили Биллик из Белисбен Тоже работал Не Ну я ездил в морге Я работал в санитарно-транспортной бригаде В больнице Да И это был такой момент Что типа там Мы развозили все Мы не только трупы возили Мы там возили биксы Там всякую п*** Ну естественно Мы возили трупаков Когда их завозили Однажды мы такие Везем В первом моем поэме Об этом есть Маленький эпизод Описан Что я Первая у меня почти Смена была Я не сходил насилок Я с трупом А сколько мне? 17 лет А с этим пацаном Который уже там работал Много раз Лет И он такой Мне не сам И там такой пригорок Знаешь Оказался И я так оп Подпрыгивал И мне этот труп Ногами в спину Бау Знаешь как страшно Ночью 12 часов ночи Блин Я сбежал Он такой Гребля А знаешь что этот чувак Он такой берет За голову Такой просто Кносимо Подвигает его За воду Живых бояться надо Леха На самом деле Я вспоминаю С большим удовольствием Эту работу Одна из Единственных работ Где мне тогда понравился А который вспоминает С удовольствием Понятно А о какой работе Ты без удовольствием вспоминаешь Всех остальных Я в принципе Не задерживался Больше двух дней Нигде Ну в арке Там посидел Две недели Потом еще где-то Ну то есть Оно все такое было Ну я чувствовал Что мне надо писать Просто Я просто никак не мог Себе сказать Это сам Не должен был Вот это сказать А вот скажи Такой вот мне вопрос Вот например Здесь у нас Это в основном Буржуазный район Да у меня Смотри такой Жить надо В буржуазном районе Я в гетто провел 30 лет своей жизни Это вот у меня Вот здесь вообще Подожди Вот на самом деле То что находится там Оно как раз Ассоциируется Больше с антибуржуазным подходом В инвестиционном смысле Да Так вот я вот хотел спросить Ну не скажи Там же все-таки Изначально Что помещалось Рисундул-буржуазный институт Да Рисундул-буржуазный институт Но если бы ты Вот твоя молодость Пришлась бы Скажем на 1920-е годы Когда был вот этот Весь Пик Бум Всех Ребят Пик модерн я бы сказал Прорыв модернистского всего Модерна все-таки Больше авангарда Авангарда Это и есть модерн В широком смысле Понятие модерна Это такое широкое Очень понятие Вот есть модерн Постмодерн И метамодерна Скажем сейчас Это очень широкое понятие Да И в него как бы И авангард влазит И импрессионизм Например И абстракционизм Извини меня Так вот Если бы ты в 20-х годах Оказался Ты бы вот Поразглашал бы Все эти лозунги Которые проглашали Все передовые поэты Ух Что же мы можем знать А кто из них Чего проглашал И кто из них Более передовой был Например Модерна Никаких таких лозунгов Особо бы ты не проглашал Кроме экзистенциальных С моей точки зрения Куда бы были передовыми Чем тот же поздний Маяковский Или какой-нибудь там Ливший с Бурляком Хотя Бурляк К тому времени Уже и не писал Меня вызывает Огромную симпатию Например Машинисты Это мое Любимое течение В модерне Они и такие В общем-то Литературные панки были Да И вообще-то Была футуристическая По большому счету Школа Потому что Например Идеологом У них был Шерчневич Который до этого Благофутуристом Фактически Его терроризировал Кстати на одном Из выступлений Маяковский Это такой Малоизвестный факт Что просто Маяк к нему Пришел Заминал ГПУшника И он такой Что ты там Говоришь Что я Партию Потому что Это моя партия Ну понимаешь Что Шерчневич ему Это скажет Там два минута С ним сидят два Этих С автоматами С олитами Он ничего И ты потом Посмотри Ну Шерчневич Что ты растерялся Ну когда ты растеряешь Этого чувака С нагадами Терроризируют На поэтическое выступление Не знаю Это Маяковский Он не красит Это все Я считаю Хотя Маяковский Это гениальный поэт Один из моих любимых Вообще Поэт который Пробудил меня От обывательского сна Когда я прочитал Стирение Багровой белой Отброшенной С комнаты Это вообще Первый стих Я врубился Что такое поэзия Может Что такое поэзия Понимаешь Что это Что-то проворачивается Такое Все эти слова Сами по себе Что-то ввести Оно вообще Имеет какое-то значение А что это не просто Набор слов Я в школе думал И это вот момент Очень важный Для меня был Вот такой гений Как Маяковский Мог такой створить Понимаешь И все его тексты Ранние Они все работают До сих пор Они очень энергичные Так вот мы сейчас Идем Мы про футуристов Поговорили Мы куда сейчас идем Мы сейчас идем К дому Где я как раз Сделал Харакиря 20-летний футурист Иван Игнатьев Как бы Эгофутурист Который Это Другое крыло футуризма Не куба футуриста Как Маяковский Там Бурлю Господи Ходосевич Хлебников А именно Вот такой футуризм Северянского типа Да Такой ранний футуризм Который на самом деле С точки зрения Маринетти Например Он бы не был Никаким футуризм А просто какой-то Странный русский символизм Который почему-то Решил так себя назвать Ну вот Дело даже не в этом Вот Иван Игнатьев Да Вот закрылся в комнате Кстати Чем это делительный Иван Игнатьев Это вообще Считается второстепенный поэт На самом деле Он придумал первым Вообще Не знаю как в зарубежной поэзии И вообще в мировой Но в русской поэзии Точно первым Стихотворение без слов То есть Я могу даже изобразить Стих Я его помню Я лекции читал уже по футуризму Итак Подожди Начали Стихотворение без слов Да Итак Он выходил на эстраду Там все читали Читали Он выходил Дело вот так Кланялся И после этого Началась драка Его начинают там Бить там Потому что Ну как бы Он объявлял Что он будет Сейчас Они услышат Гениальное произведение Ну вот Так общество Было устроено Модерно Это мы жил Как бы Ну ладно Это долго Это для лекции Так вот Мы сейчас подойдем К этому дому И посмотрим Ту квартиру Где это произошло Причем Он это сделал При таких Немножко диких Обстоятельствах Потому что Это было На следующее утро После свадьбы То есть Грубо говоря Ты понимаешь Да Ирония ситуация Прикину Чувак женится На тебе Знаешь А утро Делает себе Харакири Ты не удивишься Ты задумаешь Скажешь Со мной не то Короче Он сделал Да Ну прикинь Да Ты бы сделала Харакири себе Конечно Это если бы С Игнатьем жила Или в принципе В замуж вышла Я думаю В принципе За футуриста Выходить Это То есть Как бы Ты бы вышла За футуриста И следующий Твой шаг Был бы Харакири Ну да То есть Он на следующий день После свадьбы Спорол себе брюхо Да Именно Харакири Именно не просто Спорол себе брюхо Он умудрился Вот эту Тройную дверь Себе произвести Совершенно Он изучал Этот вопрос И купил себе Самурайский меч На каком-то Антиквариантном Магазине И сотворил Именно буквально На самом деле Вообще Какой безумный Безумный Чел В науке Там даже Специальный Для Харакири Был специальный Меч Он его и купил В этом В антиквари Но Я там Прочитал Что он до конца Сделать Не смог Этот треугольник И упал И умер Понимаешь Вот такой был Футурист Как бы Отвалилась Нас Я там видел Борис Гребщиков Борис Гребщиков Он там хавает Дорого Ну Что поделать Борис Гребщиков Можешь себе позволить Я считаю Он заслужил Это на самом деле Ради бога Я просто говорю Как есть Я смотрю Боря Он взял Штору задернул Вот это Сейчас прочитаю Вот этот дом Он и есть Да При том Что этот дом По проекту Виктора Шрётера Был построен Ты знаешь Как ты строил Да Потому что Это кирпичный стиль И это был Единственный дом Непроходной Тут Писали Что все Окрестные дома Были С проходными Дворами Вот это Был единственный Дом Непроходной И когда он построен Это был На самом деле Манифес Такой Манифес Ну потому что Посмотри Все дома По бокам Именно те Которые В 19 веке Построены Они все Штукатурены А этот дом Не штукатурены Прикольно Он как английский Смотрит Да Кирпич Это был Манифес Шрётера Он таким образом Показывал Что Вот это Круто И так Нужно делать Ну вот Их было Два человека Шрётер и Китнер Которые этот Кирпичный стиль Проподобили А где Шрётер Есть дома Ну у него есть Как раз Вот рядом С Новоголландией Там у него Доходный дом И его личный Особняк Нифига я не знал Прикольно Ну собственно Здесь это все И происходило Иван Игнатьев В час По-моему Ночи Или в два часа ночи А нет С утра В пять часов утра Скочил из брачного ложа Подбежал К лежащему на столе Мечу Для сделания харакири И совершенно Наглым образом Спорол все брюхо Жена заверещала его Уже жена Не невеста Какой был ее шок Он оставил Какую-то Прессмертную записку Или еще что-то Нет И какая-то фраза Какую-то фразу Он кричал Я сейчас Не особо помню Что-то в общем Не особо Но об этом писали Все газеты того времени Это было очень Такое Скандальное Скандальное событие Вокруг футуристов И так ходило Много всякого А тут еще вот такое Павел Масловогонь А в следующем чтении Футуристов Было очень много народа Они хипанули В общем Северянин собирал Там просто Как я Как панк По 200-300 чек На выступление Они платили ему нормально Он был просто Богатым чеком Под конец Зарабатывал неплохо Как охарактеризовал роль Поэта В наше время Всегда она Одна и та же Она всегда Одна и та же Поэта Это чел Который Транслируется Мгновенное Чувственное состояние Ну и все Ты пишешь текст И стих Это что такое стих Стих Это эмоция Сжатая Или ограниченная Текстом Все То что делает Поэта Все остальное Он может делать Таким образом Таким Или там С рифмой Без рифмой Он может даже В принципе не писать А как Иван Игнатьев Изображать Да Ну то есть Но главное Вот это Что ты Транслируешься Мгновенное Чувственное состояние Ну мы продолжаем Наш Путь Кавалергардская улица Называется Потому что здесь были Кавалергарды Да Это Самая Элитная часть Было Понятие За кавалергардами Или за кавалергардов Это Доступ к императрице То есть уже За пост охраны Вот эта вот больница Травматологическое отделение Поликлиника Знаете что там находится Там находится Антиарабический центр Городской Как Павлик о нем узнал Я жил на улице Муховой Во Флигеле Как раз таки На первом этаже В таком полуподвальном Где не было Подвала То есть скрываешь пол И там Земля и крысы бегают И меня Крыса кусила Ну я их там ловил И вот Одна меня кусила Я приехал туда Меня спросили А вы крысу привезли Я сказал Че? Они говорят Ну если бы вы привезли крысу Мы бы знали Надо восприваться Крысиного бешенства Или нет Я говорю Знаете Ну последнее о чем я подумал Это то что мне надо Взять с собой крысу В общем короче Меня там начали колоть А шесть прививок В течение полугода Естественно ничего нельзя пить Сразу же у меня начался Какой-то замес со здоровьем Потому что Это был декабрь Конец И жутчайший грипп я словил Вот иммунная система ослаблена Плюс они же вот это все Вкалывают В общем короче Жесть, трэш и угар Я не Скажу честно Я в итоге не доколол Все шесть прививок Особенно это было умилительно Когда ты сидишь в баре И там какая-нибудь Прекрасная девушка Рядом А ты планируешь Сказать ей какие-нибудь Нежные слова И потом заняться с ней сексом А она говорит А что ты не пухаешь Я говорю Да Мне нельзя У меня прививки И она так Немножко отодвигается От тебя Я говорю Да нет 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 У меня Ничего венерического И она отодвигается От тебя еще дальше Вот И еще один замечательный эпизод Я даже по-моему рассказывал Как-то Никита Попов Царство ему небесное Басист группы Пепси И как-то садится в машину Мы заехали за ним Значит за рулем Жека Который сейчас в Штатах живет И рядом я И он садится с бутылкой пива Естественно Всегда просишь попить Пивка в то время Денег ни у кого нет И он сидит и говорит Как хорошо что один за рулем А другого крысу укусило Вот Короче когда меня Крыса укусила второй раз Я был уже человеком опытным Я привез им туда эту крысу Они мне сказали Это хорошо Только эту крысу надо Соответственно В лабораторию отвезти Я говорю Ну окей Отвез ее в лабораторию Звоню через несколько дней И они говорят Вы знаете Мы не можем вашу крысу найти Мы ее немножко потеряли Я говорю Что? Я говорю Как это вы ее потеряли? Говорит Ну вот так вот бывает Короче я забил Хрен не стал делать На самом деле Больше эти прививки Ну и видите Каким идиотом вырос Мы с вами пришли К староверческой церкви Поморского согласия Построенную по замечательному По проекту замечательного Архитектора Крыжановского У него есть потрясающий домик С котиками Я все время говорю Знаете что я Расположу ссылку И забываю Но надеюсь что не забуду Это еще мои ранние экскурсии Такие Я их называю Стендаповские Ну то есть я просто стою Рассказываю Мы там не идем Я размещу там ссылку Я про этот домик рассказываю Про этих котиков А вот это вот здание Где сейчас посольство Чехии Это здание архитектора Хренова У нас с вами еще будет Прогулка там Вдоль Таврического сада Где Просто Ну апофеоз Творчество этого Замечательного архитектора Просто я к тому Что он строил не только В Ну в таком стиле модерна Или эклектики Вот он строил еще в таком Ну я не знаю как это Необарокко даже можно сказать Да такое Причем Практически такое Петровское Необарокко А мы с вами приближаемся К финальной точке Нашего сегодня Такого небольшого тура Потому что все таки Пока еще не май месяц Такая достаточно мерзкая погода Скажу честно Это Можно сказать Штаб-квартира серебряного века Российской империи Это башня Вячеслава Иванова Вячеслав Иванов Был человеком женатым С детьми И он встретил В Европе Прекрасную женщину Которая тоже была замужем С детьми Вот Зиновьева Анибал У нее была фамилия Они поняли Что созданы друг для друга Поженились И переехали сюда К Таврическому саду И здесь у них был Такой самый настоящий Светский салон Где что-то к ним происходило Ну например Здесь была премьера Хита Самого главного хита Серебряного века Это по вечерам Над ресторанами Горячий воздух Тихо-глух И правит окриками пьяными Весенний тлетворный дух Это незнакомка Блока Которую знали наизусть все Камелии подходили к вам На Невском проспекте И спрашивали Не хотите ли Познакомиться с незнакомкой Да Причем Как вспоминал Корней Чуковский Это произошло Под утро Когда они взобрались На крышу И блок Держась одной рукой За оконную раму Это прочитал Прямо вот в воздух Вот эта башня Здесь Анна Андреевна Ахматова Гибкая как змея Которая умудрялась Пролезать Камадео Модильяне Форточку Вставала на Мостик И зубами Доставала спичку Которую Вставляли Спичный коробок Здесь Прошу Прошу Про Надежду Он пришелся Ко двору Но не к телу Потому что Он был гей А Иванов был Стрейт И жена Его тоже Была Стрейт И поэтому Он там просто Жил Вот он вспоминал Что Она ходила И к Андрееву И еще К ряду людей К блоку Она приходила Но Любовь Дмитриевна Меделеева Ее Чуть ли не С порога Свернула И она пришла сюда Но Жена Иванова Запустила в нее Керосиновую лампу И после этого Вся квартира Три дня Воняла керосином Здесь Например Бунин Стебал символистов Как писала Его жена В книге Своих воспоминаний Значит Они как-то Вместе С Федоровым Своим корешем В ресторане Палкин Это у меня Кстати В путеводителе Он написан Есть на углу Он был на углу Невского И Владимирского Но он сейчас Реанимирован Они там Значит Приударили И когда они ехали сюда Они просто Брали И по По словечку По строчке Придумывали стихотворение И вот они придумали Стихотворение Пришли и говорят Слушайте Мы тут прочитали Такую стихотворение Но мы ничего не понимаем Как Как Какой там Смысл И там были Такие строки Вот Сумена Этого жена О вечный Грозный Судья По улице Две Или вот Шпионы Востроносые На самокатах Жгут Всем задаю Вопросы Я вопросом Там и тут Они прочитали Стихотворение С такими Многозначными Фразами И тут Профессор Славес На стяничку Вскочил Говорит Да как же Вы не понимаете Всем разложил По полочкам Такой Провел Литературовический Анализ Бунин Смеясь Сказал А что вы скажете Если я вам скажу Что Ну Я сочинил Стихотворение Сам Вы не понимаете Насколько гениальное Произведение Вы написали А если мы это С Федором Написали Вместе Сейчас На коленке В общем Там дело Чуть до дуэли Не дошло Здесь Мейрхольд Например Ставил Спектакли Причем Он Брал Детей Швейцара Раскрашивал им Лицо Сажи От чего они Естественно Были в восторге Ну Детки же Да И заставлял И заставлял Приглашал Играть Арабчат И вот У Анны Андреевны Ахматовой Умной упомянутой В поэме Безгероя Есть такие строчки Распахнулась Атласная шубка Не сердись на меня Голубка Что коснусь Я этого кубка Не тебе Я себя казню Все равно Подходит расплата Видишь там Забьюгой Крупчатой Мейрхольдовой Арабчата Затевает опять Возню Это аллюзия Именно на событие В башне Иваново Ну и наконец Здесь Соответственно Чуть не Случился Минаж Атхуа Как его называли Во Франции То есть Супруга Максимилиана Волошина Пришла сюда Призналась Иванову Любви И Она спросила У жены Не против ли она Ну Как бы Жена сказала Ну мы Как бы С моим мужем Одно целое Поэтому Если он Не против То в принципе И я Наверное Не против Золотая Золотая Какая Женщина Но У них Там Немножко Все-таки Не завертелось И В какой-то момент Поскольку Здесь Николай Бердяев Заправлял Многими Собраниями Собраниями Начинались В полночь На самом деле В три часа Начинались Стихов Потому что До этого Обсуждали Всякие Доклады Бердяев Например Один раз Лежал На полу Таким образом Они обсуждали Половой вопрос Или Все что связано С половыми вопросами Но не в таком Обывательском Обозвышенном Стиле Понимаете Сколько у кого Полов Да У некоторых Было три пола Например Из них А Бердяев Был на заметке На самом деле У полиции Ну и собственно Стуканули Там раз Два Три Сказали что Собираются Какие-то ребята Стали проверять По картотекам Ничего не понятно Ну в общем нагрянула полиция Нагрянула полиция Арестовали почему-то Только Мать Максимилиана Волошина Потому что Она ходила в брюках И стриженная Короткостриженная А когда они ушли Выяснилось Что у Дмитрия Мережковского Супруга Зинаида Гиппиус Пропала шапка бобровая Ну и собственно Они все Настрачили В идущие газеты Мережковский Сам написал Городоначальнику Вышла статья Под заголовком Где моя шапка Был жуткий скандал И полиция изменялась А через день Шапка нашлась За сундуком Мережковский Конечно Принес свои извинения Но Они как вы понимаете Потонули В общем тоне Вот этого гнева На полицию И в итоге Короче Иванов Он К сожалению Супруга его умерла И он Уехал На самом деле Из России Еще до Революции Жил во Франции И Старшая дочь Вот Первого брака Это его супруги Она Пачерица его Она сначала сюда приехала Стал за ним ухаживать А потом так заухаживалась Что короче Они поженились Женились они в той же самой церкви У того же самого священника Который Освещал их брак С своего Зиновия Аннибал Но этот его Димарш Даже некоторые символистов Не восприняли Поэтому он ехал во Францию Где собственно Он и умер Ну а я вам Хочу сказать Что Слава Богу Обещают потепление И в Петербурге И в Москве В Москве я буду с гастролями 2-4 апреля У меня будет аж 5 экскурсий Одна из них премьерная Остальные все перелопаченные В Петербурге Пока экскурсии идут По выходным Но ближе к теплу Они начнут Бывать чаще Обычно я в сезон вожу С среда, четверг Суббота, воскресенье Может быть будет меньше Может быть больше Посмотрим Есть путеводители И остросоциальный роман Корень В продаже Ну а Еще один тур я вам подготовил Мы уже пойдем мимо вот этого здания Потому что это у нас Таврический дворец И Там вот Стоит у нас памятник Дзержинскому А неподалеку памятник Брусилову И между ними можно выстроить Очень интересную Ассоциативную Линию Наконец Если мы посмотрим вот сюда Доходный дом Облияниновых Это замечательный наш Архитектор По фамилии Бубырь На стремянной улице Есть Его Собственный дом С совершенно Умопомрачительными Тварями На фасаде Я даже не помню Снимал я его Или не снимал Столько раз ты водишь экскурсии Столько ты всего снимаешь Что у тебя иногда даже Вот этот каталог Внутренний дает сбои То есть ты не понимаешь Был это у тебя или нет Это такой манифест Уже рационального Модерна Нашего национального Русского Северного стиля Его конечно так Неграмотно называть Просто он назывался Национальным Стилем Скандинавии Ну и Финляндии В частности Одно из программных Его произведений Как всегда Вот первые этажи Облицованные Вот этим горшичным камнем Дальше идет Глазированная Плитка Вот там К сожалению Слава Несет венок Но она Видите в каком ужасном состоянии Герб Сохранился Ну и Мансарды Настроены уже в наши дни Вот я напоминаю вам Что есть вот такие Произведения Литературного И Краеведческого Искусства Путеводитель Весь такой Видите Большим количеством Картинок Романчик Толстый Все это Можно приобрести У меня на сайте И после экскурсии Ссылки вы найдете В описании Под этим выпуском На этом все Оставляйте ваши комментарии Увидимся Готовьтесь К Прогулкам С очередными Ракезами Летом Пока Продолжение следует